Футбол должен объединять, а не разобщать, что известно об оскорблениях украинца Зазули фанатами Раи Вальекону. 16 декабря 2019 года, 17.22. Полина Стаменкович. Матч 20-го тура испанской Сюгунды, в котором встречались Раи Вальекона и Альбасити, был приостановлен из-за оскорблений в адрес нападающего Романа Зазули. Болельщики освистывали и называли украинца нацистом. В знак солидарности с одноклубником игроки Кастильцев приняли решение не выходить на поле после перерыва. Действия фанатов осудили представители обеих команд, а также руководство Ла Лиги. Матч 20-го тура Сюгунды, в котором Раи Вальекона принимал у себя Альбасити, закончился одним из самых громких скандалов в истории испанских чемпионатов. Встреча была прервана после первого тайма из-за неоднозначного поведения мадридских болельщиков. Спустя несколько минут после стартового свистка фанаты Раи Вальекона начали скандировать оскорбления в адрес нападающего гостей Романа Зазули. Они называли украинца нацистом, делали неприличные жесты и освистывали его при каждом касании мяча. Диктор стадиона попросил прекратить травлю, но фанаты его слова не восприняли. Тогда главный судья Хаси Антона Лой Песотока приостановил встречу. Через некоторое время она была продолжена, Однако в перерыве игроки Альбасити в знак солидарности с одноклубником отказались покидать по трибунное помещение. Матч прервали. Решение об отмене игры было принято совместно с представителями обеих команд и поддержано руководством Ла Лиги. Президент Раи Валейкона Рауль Мартин Пресса не стал защищать своих болельщиков и резко осудил их поведение. Это печальный день для Раи и всего спорта. Мы категорически против того, чтобы фанаты оскорбляли игроков команды соперника. Футбол должен объединять, а не разобщать. Я поговорил с Зазулей и поддержал его, ведь он живой человек и заслуживает уважения, приводит слова прессы. The Guardian поддержали игрока и одноклубники. Вратарь Томи Эуна Дальф в своем Twitter подчеркнул, что любые оскорбления в адрес участников матча недопустимы. Нацистам здесь не место. Украинский нападающий остался без футбола из-за помощи армии. Нападающий сборной Украины Роман Зазуля остался без футбола по весьма неожиданной причине. У игрока по политическим мотивам сорвалась. Уважаю всю идеологию. Каждый волен сам для себя решать этот вопрос. Я лишь защищаю футбол. Мы хотим наслаждаться спортом и подавать пример в этой области миллионам детей, которые видят нас каждую неделю, заявил Галкипир. Сам Зазуля произошедшее не комментировал, однако, по словам вице-президента Кастильской команды Виктора Варилы, он крайне болезненно отреагировал на действия фанатов и расплакался в раздевалке. От имени футболиста позднее выступил агент Владимир Кузьменко. Он назвал обвинения в причастности к нацизму абсурдными, а также выразил благодарность за оказанную поддержку. Мы с Романом хотим поблагодарить руководителей и игроков Альбасити за их огромную поддержку, Ассоциацию испанских футболистов, АФ, прессу, болельщиков с Украины, которые присутствовали на стадионе. Спасибо всем. Без вас это было бы намного сложнее. С вашей поддержкой у нас большие силы и желания продолжать этот нелегкий путь далеко от родины, написал Кузьменко в Facebook. Однако фанаты продолжили настаивать на своем и после матча. На странице Букани Рос, главного фанатского объединения Райва Лейкана, известного своими крайне левыми взглядами, появилось новое обращение к спортсмену. Не из-за расизма, ксенофобии или насилия. Впервые игру в Испании прервали из-за правды. Футболу нужно больше уважения. На Украине осудили фанатов Киевского Динамо за российское поведение. Представители украинской премьер-лиги раскритиковали болельщиков Киевского Динамо, оскорбивших темнокожих футболистов Шахтера. Назывались и иные версии случившегося, в частности недовольство болельщиков действиями руководства Раева Лейкана и давняя вражда между мадридскими и сивильскими фанатскими группировками. В результате контракт пришлось расторгнуть, а Зазуля был вынужден пропустить окончание сезона 2016-17 из-за правила Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА, запрещающего игрокам менять более двух команд в рамках одного сезона. Похожая ситуация повторилась и в июле 2018 года, однако на этот раз речь шла о поклонниках Авьеду. Они также активно выступили против перехода украинца в их команду, и трансфер сорвался. В апреле нынешнего года известный испанский общественный деятель и политик Пабло Иглеси Астурион выступил против украинца. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о политических взглядах отдельного человека, а о ненацизме. Тогда на сторону Зазули встало руководство Альбасити, а сам он намеревался подать в суд. Нынешний матч стал первым выездом Зазули в Мадрид после инцидента 2017 года. Испанские СМИ сообщили, что футболист планировал и вовсе его пропустить, так как опасался за свою безопасность, однако в последний момент принял решение помочь команде.